Акцию по профилактике нарушений на железной дороге проводят представители управления линиейной полиции вместе с прокурорами. Правда, к работе организаторы акции приступили лишь после того, как заметили нашу съемочную группу. Молодой человек, представившийся работником железнодорожной службы, начал убирать мусор и ровнять табличку, на которой когда-то была надпись «Тоннель». Именно по этому тоннелю специалисты предлагают ходить местным жителям. Правда, жители поселка Кызылсай возмущены. До акции здесь никто и не показывался. Освещения нет, везде мусор. Как с этим бороться? У нас маленькие дети, они ходят в школу, а ночью здесь вообще страшно ходить. Этот участок территории в поселке Кызылсай считается самым опасным. Дело в том, что он находится в непосредственной близости с железнодорожными линиями. Местные жители нередко нарушают правила, переходя дорогу в неположенных местах. Но Кызылсайовцы говорят, что ходить по темному тоннелю боятся. Вера Степкова ходит каждый день на работу по этому тоннелю. Раньше его хоть чистили, а теперь мусорная яма, возмущается женщина. Разное всякое бывает. Бывают и пьяные люди, и собаки бегают. Темно детям ходить. Вторая смена. Шесть часов темно. Пройти тяжело. Здесь тоннели ломают местные хулиганы. Мы несколько раз их ловили. Но мы тоже не можем уследить и находиться тут сутками. За переход по железнодорожным путям полагается на первый раз предупреждение. Ну а потом уже административный штраф. Жители говорят, эту проблему не могут решить уже на протяжении многих лет. А трагедии на железной дороге случаются каждый год. По словам сотрудников транспортной прокуратуры, в конце января 2016 года жительница поселка Кызылсай 95-го года рождения переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса поезда. В результате девушка погибла на месте. Шадин Саидов, Талхат Абдин Абиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.